Субтитры делал DimaTorzok 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 правильно, что в Молдове, что в Украине, что в Грузии, что в Карабахе, блин, я же говорю, что ненормальный сосед, я так и сказал, ненормальный, неадекватный сосед, и все, и все. Да, но это вот только Россия и немножечко Азербайджан имеют соответствующую военную силу, чтобы пытаться эти границы исправить, остальные, как бы не хотели, они не могут их исправить, вот Украина же, Украина же не может захватить, допустим, Кубань, если будет там сломан украинцев, да? Так правильно, ну так Украина же не нападала ни на кого, а Украина защищается. Грузия тоже не нападала ни на кого, Грузия защищается. Ну как это, своя страна может напасть на свою страну? Ну вот так, я что бы это говорю, что страна формально, своя страна, я согласен, но границы, которые коммунисты проявили неадекватные. Сталин мог границы Грузии и до Киева нарисовать? И что ж теперь, это была бы Грузия? Это была бы Грузия? Нет. А по факту была бы Грузия? А Россия сейчас хочет нарисовать, что и Киев их не это самое, но нет, нет, нет. Ну я согласен, что Киев это ваш, в чем бы Киев ни при чем. Нет, так Харьков тоже ваш, ну. Ну Харьков это иное дело, это же с Киевом как небо и земля. Почему? По менталитету, по истории. Да ладно. Когда Украина приходила из Речи Посполитой в Московское старство в 1654 году, она была с восточной стороны по Полтавской области учительной. Харьков уже был в Московском старстве как слобожанщик. А вот кто и называл Украиной, кто для Полтавой. То есть истории разные. Вы были под Речи Посполитой? В Киеве было, Харьков не было. А под кем же был бы Харьков, а? Харьков был в Московском царстве изначально, он Московское царство основало. А вы более древний город, конечно. Вы были Русью, даже столицей. Потом вы потеряли государство, то есть вы были под ВКЛ, потом под Речью Посполитой. Ну, и где Речь Посполитая сейчас? Ее нет. А Украина есть? Ну и вот. А тогда Украины не было, сейчас Украина есть. Все меняется. Ну, Украина в финале, как говорит наш великий блогер Андрей Полтава, Украина в финале. А что, вам Полтава нравится? Мне и Луганский Андрюха нравится. И Анина Соколова, да. И Шален и Кит, и Шален и Кит. Он троллингер неплохой, но он безграмотный. Ну, как и Луганский Андрюха. Да не, ну, почему безграмотный, я им сказал. Ну, а то у меня, допустим, на канале есть, в конце «Отжики Укра блогеров», там, знаменитый фрагмент. Русский – это логол. Вот это слова Полтава. Вот это слова Полтава. Это же безграмотное выражение. Он хотел сказать русский – это прилагательный, сказал русский – это глагол. Ну, оговорился человек, что тут такого. Ну, я тебя понял. Ну, ладно, я рад, что ты такой патриот, раз ты украинец. И тем более в Киеве… Не, я украинец, да, я не говорю, что я патриот, но я украинец. Я думаю, что Киев – город является бенефицаром всей этой укродержавности. Я, слава, помню. Твою позицию, мою позицию. Ну, не, а можно вам вопрос? Давай, давай. Вы же говорите, что вы из Харькова, там, ну, да? Да, да, да. А как вы относитесь к тому, что вот про кричалку про Путина именно в Харькове и заосновали, ну, основалы, придумали? Я себе… Это был… Нет, как вы относитесь к этому? Я понял, я хочу… Да, 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 я выслушаю вас, конечно. Это не придумка, это плагиат. В Харькове родилась кричалка «Суркис хуйно». Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Она родилась где-то в 2002 году или в 2003. А в 2014 году… Действительно, в Харькове она родилась территориально, но не хригочанин ее преобразовал как плагиат. А, подожди, так… Боельщик металлиста, на самом деле, фан металлиста Харькова, некто Мирон из Полтавской области, который действительно аспирант в Харькове, но он не хригочанин. Да, он создал из этой частушки знаменитой, которая в Харькове придумала «Суркис хуйно». Вот придумал «Профут». Так, а что «Суркис» имеет какое-то отношение к металлисту, к этому клубу? Конечно, он его опустил, он работает на «Динамо Киеве» против других украинских клубов. Не, ну это я знаю, что он, ну, как бы, владелец, как владелец… Поэтому для болельщиков более актуально «Суркис хуйно». А вот этот вот Мирон, который из Полтавской области, он преобразовал, то есть как плагиат это построится. Да, она действительно в Харькове, но вот эти… А вот истинная… Не, ну вообще красавчик. Как «Суркис хуйно» родилась? Да? Ну, изначально, как бы. Да, да, изначально, в 2002 году где-то, или третья, она родилась. Не, ну, я не знал, конечно. Ну, я просто не знал, что «Суркис» имеет какое-то отношение к металлисту. Я знаю, что он все время за «Динамо». Ну, он ко всем украинским командам имеет и «Динамо Киеве». С «Динамо» там, короче. Ну, я вам скажу, что я знаю, ну, я общаюсь с реальными фанами «Динамо». И я сам, как бы, ну… Не то, что, как бы, очень такой, блин, фан, но… Искренние фаны, которые уже, ну, можно сказать, древние, можно говорить, как ваши, там, возрастом. Ну, не возрастом, а вообще, ну… Ну, понятно, понятно. Я, кстати говоря… И они, вот, у них баннеры всегда в фан-секторе, что, блядь… Они… Спеши, что… «Суркис» «Вид ебись», «Вид Динамо». Ну, понятно, ну, понятно. Ну, не, если вы видите, где-то баннер… Не, ну, вот… По телику этот баннер не покажут, конечно. Ну, это… Ну, это… Не, это искренние фаны «Динамо». Ну, я их просто знаю, там, ну… Ребята с пробитыми черепами, блин, короче. Ну, это реальные бойцы. Я, кстати говоря… Я, кстати говоря… Ты знаешь… Ты… Знаешь… Вернее… Представляешь историю футбола позднесоветского 80-х? Ну, там «Динамо»… Ну, там «Динамо»… Ну, там «Максимальный» достижение достигал… Суперкумом… 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 Да, 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 да… Знаю… Конечно… Ну, это… Ну, это… В конце 80-х я был… В Москве… В «Аспиран» в Москве учился… Был председателем московского общественного болельщика «Металлиста»… Мы выезды делали… Мы выезды делали… Я был в команду «Хошка»… Угу… Вот… Когда «Металлист» взял один из последних кубков СССР в 81-м году… Выиграл кубок СССР «Металлиста»… Я этот кубок даже вот так поддержал… Я этот кубок даже вот так поддержал… На банкете… На банкете… Был в Москве… Угу… Угу… В 89-м… Днепр вообще был… Днепр вообще был… В 89-м же брал что-то там… Какой-то кубок… Нет… В 89-м году… В 83-м году Днепр взял дубль… Чемпион СССР и… Кубок… А… В 89-м Днепр ничего не брал? Я не помню кто… Может это Днепр взял… Нет… Просто… Просто я когда учился там… И… Может и брал… У нас в спортзале… В спортзале еще эти… Фотографики такие… Черно-белые… Может и брал… Днепр… Ну… Днепр и призер там… Ну… Какой-то призер взял… Максимальная дисциплина Днепра было 83-м… Это… Он когда он дубль взял… Чемпион СССР был… И… Этот самый… И… Кубок… Это когда Лобан забрал из Днепра… Протасова-Литовченко… Причем по-наглому заявил… В спортивной газете… Что… Мы забрали… В лучшую команду Украины… Этих двух лучших футболистов… Вот по-наглому… Хотя Днепр… В это время… Был… Действующий чемпион СССР… И действующий… Владимир Кубка… Во-во-во-во-во… А… Сказать… Что… Как вы думаете… Все-таки… Чьи клубы сильнее… Украинской СССР… Или же… РСФСР… Украинская СССР… Украинская СССР… Украинская СССР… Почему? Ну потому что сильнее… Потому что сильнее… Футбол более развит… Больше время в году можно тренироваться… И дети растут на футболе… Больше время в году… Чем в России… Это естественно… Это естественно… Потому что… Дети растут… Это в смысле… Как это дети растут… Ну… Футболисты маленькие… Растут… Они… Ну… Весной раньше начинают… Играть… Играре… В Украине… Чем в России… Ну не считая там… Растут… А… Вы имеете ввиду… Что… Весна раньше наступает… Да… А… Сезон… Дворовоз… Все… 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 Я понял… Я понял вас… Да… Спасибо… Интересно… Узнать… Некоторые… Хорошо… Спасибо за беседу… Спасибо… А за себя… Он был совсем не разговорник… Слушай, Карпов… Сделай вид, что я этого не слышал… Судьба тебя и так любит… Но не слушай… Их… В общем-то… Всех и назвали… Русские… Потому что это глагол… Русские… Это какой чей… Отвечает… Воронеж передали… В 1922 году… В 1922 году… Воронежской области… В 1922 году… А в 1922 году… Львовская область… Где была? В Австро-Венгрии… В 1922 году… Так это не было… Ну еще раз зафиксировали… Петр… Зафиксировали то, что я сказал… В Татарстане… В Татарстане… Нету ни одной школы с татарским языком обучения. Это факт. Это факт. Уровень интеллекта у Миколы Рушницына, в самом деле это Геннадий Хазан. Как его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Озовского моря. Хороший. Голытьку всякую прочую. За станицы родные за луга. За лёные, да за царскую вотщину. Сегодня, наконец, мы можем сказать, что свершилась вековая мечта украинского народа. Теперь мы свободны. Нам, граждану свободной Украине, принадлежит она мной, это солнце и эта благословенная земля. Нам больше не нужно быть чужой житницей. Ибо конституции, ещё раз заявляю, власть Харьковской области четвёртая и сильная. Но не позволят никого учитывать жизнь. Я благодарю вас. Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Гвоздкой власти. Будет только Харьковской, будет только Харьковская власть. Субтитры сделал DimaTorzok